Вечер третьего дня экспедиции и мы вчетвером, Олег, Ольга, Кеодора и я, пришли со специальными экспедиторскими целями к тому ручью и к Кедру. Но мы находимся от них сейчас метров 150, то есть эта стоянка не у Кедра, это район Кедра все-таки, то есть вот у нас здесь стоянка и сейчас мы пойдем выше по ручью, поднимемся сначала до места, где был настил, где найдены были четверо в ручье и потом еще дальше там Кедр находится. У нас там целый ряд исследований, сейчас намечен сегодня вечером с металлоискателями будем работать. И у Олега и у меня есть два аппарата, которые мы уже использовали на лабазе. Значит на ночь у нас стоит фотоловушка, сейчас мы будем проверять там на Кедре. Вот и завтра с утра мы будем исследовать следы предположительно йети, о которых нам Хельга рассказывала и давно уже просила нас проверить. Завтра пройдем, посмотрим. Вот и ночью будем, мы решили, что спать не будем, то есть будем мониторить, может быть даже будем периодически ходить, осматривать местность. Значит приборы есть, есть тепловизор, дальномер, эта ловушка будет с Кедра сейчас, которая висит там в сутки. Перевешено на новое место. В общем планов по на сутки. Вот ребята готовятся. И вот мы видим ручей поднимающийся вверх. Вот туда мы сейчас и пойдем. Пошли на задание. Для начала надо ручей перейти. И потом вон туда. Изменения всегда на уровне снега. Сверху снега. Ага. Кеодора нашла вот на таком. Ну по ее предположению, что именно с этого дерева можно растянуть палатку и имбра. Удалось найти благодаря металлоискателю на практически 30 сантиметровой глубине, что очень глубоко под слоем корней, вот такой вот металлический предмет, который пока мы сейчас в грязном состоянии определяем как крышка от банки. Но будем ее отмывать. И тяжело. И тяжело, да? И тяжело, да? Банка. Ага. Покажи, в какой глубине было. Да. Вот, вот, вот то место. Здесь было. Тут. То есть глубина, чтобы вы понимали, вот совок. И вот он уходит почти весь туда. Вот у нас место второго металлического контакта. Вот он. Ага. Продолжаем рыть. А, совок сейчас. Что-то очень серьезно, там тоже по объему видимо примерно такой же будет. Кедра у нас находится вот он. В десяти метрах. И вот ведущая первая крышка от банки найдена. Вот полтора метра примерно. Теодора сейчас вымыла в ручье находку. И что здесь? Покажи. Время 22.30. Изучаем. Так. Маленький кусочек. Вот. Это из второго месторождения. Маленький кусочек. Как этот кусочек вообще не в тему. Нет? Нет. Очень похож. Очень похож. Да. В чем, на полтора метра был в стране. Значит там была, может быть, самобанка. Я надеюсь. Это полностью взняла. Очень странно. Очень хорошо сохранилось. Ну, мы видим, что деформация очень сильная. А здесь части стенок нет. Вот это вот не часть стенки торчит от банки. Где? А вот это вот. Это часть стенки. Мы видим вот этот угол. Да. Вот угол. То есть банка либо вскрыта, либо разбита. Да. Ну, вот как будто так отверстие какое-то у нее. Вот еще одно. Да. А это не сгущенку так пробивали, чтобы выпить? Ну. И дырочки же пробивают. Хотя на противоположных концах они рядом. А это? А это? Это не. Либо это прожавела уже дырочка? Почему она была? Ну, здесь вот. Вот здесь это стенка банки. Стенки банки дырка, да? Да. Дырка. Здесь дырка, здесь дырка. А потом это... Это очень ровный край. А это стабильно, оно не распадается на кусочками. Это стабильно. Угу. То есть оно относительно твердый еще. Твердый, да. Металл. И это разлом, это не от времени, это от... Напомним, что это на глубине... 30 сантиметров. Порядка, ну, меньше. Там 20 точно сантиметров. И под слоем корней, самое важное. То есть это не свежие какие-то банки, там, последних лет. Это глубоко находящаяся, там, много десятилетий, там, стучка. И относительно тяжело для банки. Ну да, я бы сказал, что это вес имеет такой существенный. У меня, кстати, вес есть, но это, конечно, слишком маленький кусок, чтобы его взвешивать. Не, у нас тоже есть. Можем весить. Чтобы расстояние бы замерить от кедра точно, это, ну, так, примерно, 7-8 метров, там, 9. Спрашиваю. Вот тот обломок железной банки, предположительность под консервов, возможность под гущённого молока, который мы нашли вчера в нескольких метрах от кедра. После промывания его, немножко шлифовки, мы видим, что, значит, там есть даже выштампованные цифры, но пока их точно сказать нельзя, надо более детально изучать, не вполне непонятно. Но там, по крайней мере, 4 цифры видны. Металл такой вот, более прочный, чем сегодняшние банки, соответственно, более увесистый. Вот у нас коллеги в лагерь подошли, тоже смотрят банку. Надо фотографировать и увеличить, может быть, так получится. Хороший вариант. Да, кто бы знал, что сюда надо нести. Находясь во враге первого ручья, измеряем радиоактивный фон. Вот 24-25 микрорентген, сейчас 26 показывала. Но включили мы немножко его для другого, для того, чтобы посмотреть фон у найденной вот этой вот фрагмента железной банки. Поэтому мы сейчас попробуем, учитывая, что сам здесь местный фон высокий. 23 микрорентгена, 22. То есть у нас, конечно, сейчас накладывается местный фон и фон этой банки. Поэтому вычленить не очень просто. Но, по крайней мере, превышения никакого нет. То есть, да, нормально. Что с веткой? К северо-западу от кедра, вот лежит срубленная ветка. Вот сруб. Четко видно. То есть, здесь, других рядом кедров нет. Вот тот кедр второй стоит вообще с другой стороны. Здесь, вокруг, нет вообще кедров никаких, кроме вот этого основного нашего. Ветка с него. Кто и зачем ее срубил? Ветка, да. Причем это явно, как бы, большая ветка. Нет, еще есть вариант, что где-то нарубили ветки и сюда притащили. И сюда принесли. А зачем? Да, но смысл. Вот так, на скидку, таких мест пока не видно. Вот это вот. Ну, хотя, подожди, а вот смотри. А, грубо говоря, четвертый этаж веток снизу. Вот этот вот сук торчащий. Вот это не может быть он. Сейчас я подойду, я вот эти еще ветки посмотрю. Там вроде как бы часть обломлена уже, но половину могли перерубить. Тем более залезть-то как раз можно вот на это. На такую-то высоту. Ну, столи, три ветки сломаны. Раз, два, три, четыре. Сук торчит. Ну, сук этот тоже, по-моему. Ну, это сломанное. Да, но там на самом кончике такое застренное, как от топора, вот, может быть, похоже на этот. Нет, тут-то прям конкретно с двух сторон подрубили ветку. Взял между корнями, засунул металлоискатель туда и сигнал сработал. Ну, давай рыть. Копали-копали. Елки-пали. Мастер-копали. Мастер-копали. Огerei. Мастер-копали-копали. Копали-копали. Ну, что... Ну, отďки-пали.